Встреча с кандидатом главы поселения Псибай. Тарло-Тарно. Постоянно, если население, ну ты с ним на коротке, я обычно так делаю, я заставляю его либо писать, либо оформлять в общем отделу все это, для того, чтобы мы сами себя в угол загнали, а потом мы начинаем разгребать. Так, это наше, не наше. Если не наше, мы не говорим, что это... Адикативно, у тебя куча друзей, попробуй. Действительно, я не вскрываю. Финансовый директор Краснодар Водоканал планирует забрать в концессию, планирует забрать в концессию Псибайский Водоканал. Ну вот как бы на рассмотрение пока этот вопрос. Вот это мой командир взвода, чтобы вы знали. Широков Павел Анатольевич, это финансовый директор Краснодара. По этим тарифам на воду, у нас сколько вопрос поднимал, но... Я вам рассказал, как это делает компетенция, кто мы делает. Нету, например, у Водоканала трубы. Мы с ними заключаем договор о том, что я из своего бюджета приобретаю. И как-то я говорю, Дмитрий Борисович, ну ты же население-то обелечиваешь. То есть обелечивание-то происходит. Ну даже ты там, казну-то свою, прибыль-то свою. Я, конечно, к тебе не лезу туда в карман их кошелек. Но вы имеете совесть, что я бесконечно я же не могу. Не мои полномочия, а я покупаю трубу. Ну, только после договоренности так можно. Если я там хожу на грани пропасть. Нет, конечно, на праздники выделяются у нас суммы. Я лично сделал следующим образом. Ну, мне известно было, что до меня налично в чемоданах, не знаю, там, в авоськах чего-то приносили. Мы с депутатами разработали такой нормативно-правовой акт, который регламентировал порядок спонсорской помощи. То есть я деньги в руках вообще не держу. Просто вот главы КФХ сами вышли с предложением, давайте мы по 100 рублей с одного гектара. Дело в том, что если здесь у вас туризм в основном, то у меня там 15 тысяч, чуть больше гектаров пашки. У меня все засеивается. Все-все-все. То есть вот там Тихорецкий район, сами знаете, он такой аграрный. И ну вот так исторически сложилось. Поэтому вот мы... Я еще раз повторюсь, у нас что я почему-то... Я говорил из головы, с кем у меня будут встречи. Что я должен до обеда сидеть в кабинете, после обеда в поле, встречаться с этой агентурой. День прошел, отписался, после обеда опять пошел. И все. То есть я сам себе его разрабатывал. И когда начал задавать вопрос своим подчиненным сотрудникам, Я говорю, а как вы планируете свою деятельность? А вот вы там бумажки подписываете и все. Я говорю, не так должно быть. Ведь есть комиссии, балансовые, административные, да всякие-всякие. Вот у нас их там 11. Наконец-то мы выяснили, сколько у нас там было комиссий. Я говорю, вот вы выберите себе среда, сы и по, бросили все свои бумаги И пошли заниматься вот по дворовой обход, там к бабушке сходили. Или как у вас тут на партизанской, все вы знаете, да, там человеку мне показали. Я зашел к нему, там ни света, ни воды, ничего. Вот он сидит там бедный, уже плачет. Кто-то ему там с какой-то улицы, ну мне показали, борщи носят. Или вот там еще один там дедушка, 87 лет. Ну где сосработники? Хотя анонсируют, что прилично все. Ну а как же про них забыли? Может быть его тогда отправить отсюда, чтобы он нормально доживал где-то там в специализированных местах. Вместе с тем. Сбывается. Может быть там... Ну вот в всяких там ситуациях бывает, поэтому, конечно, и на это нужно смотреть. Там не с этим набежитирование, а сколько я могу, там с администрации делали? Ноль, вообще ничего. Мы тратим на... Ничего вообще не берут. С администрации края выделяют, мы тратим только на бумагу. Вот мы первый раз поучаствовали, там тоже 10 лет никто никогда не участвовал. Первый раз поучаствовали, я сказал, три дня сидим, военное положение. Пока вы документы не подготовили, там сроки как бы сжатые были. Давайте принимать участие. То есть мы заказали проектно-сметные документации, потратили на это где-то порядка 130 тысяч. Но нам сделали пять проектов. То есть все, я могу вот смело показать. Так, где проект? Есть. Так, участвуем, у нас уже все есть. Но администрация участвует на этом деле в любом случае. Хотя бы проектно-документации. Возможно, но в инициативном бюджетировании за 4 года, мне 100% известно, вы не участвуете. Не инициативное. Не люди нас участвуют. Да мы, как бы, мы... Да понятно, мы там тоже жульничаем за людей все здесь. Все там, подписи собери, где ты там это соберешь. Или как, знаете, когда кладбище, ограждение произошло, благоустройство. И говорят, ой, а почему бы Руслан Григорьевич сделали нам одну калитку и одни ворота? Я говорю, а где вы были? Сказали бы 10, я бы сделал вам 10 калиток. Это же местные инициативы. Как вы не можете понять? А мы, как обычно, конечно, занимаемся щелканем каблуками, каблуков, то есть. И начинаем там за людей расписываться судорожно быстро, чтобы успеть подать документы. Все. Да. Вы не боитесь, вы честно скажите народу. Вот немножко здесь уже посмотрев ситуацию, про мониторинг, да? Насколько тяжело, хватит ли сил, здоровья, да? Все, 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 здоровье, да? На 4 года точно. Хватит, хватит. Главное, кто-то сказал, что ты там всех выгонишь сотрудников? Да нет, конечно. Что за... Ну, я считаю, во-первых, некорректный вопрос. Якобы я там всю свою команду привезу, люди останутся без работы. Нет, конечно. Конечно, показывайте, что вы незаменимы в случае победы. Если это действительно так, конечно, оставайтесь на своих местах. Если вы как-то вот хамовито к населению относитесь, то тут надо, наверное, провести уроки правил этики. Это может быть. Может быть, да, вот немножечко так. Осовременить, может быть. Дело в том, что я-то по России много поездил, а многие вот, наверное, там море, а я там от Новосибирска и вот так все искалитил. И, конечно, достаточно многое повидал. Забыл сказать. Носитель двух иностранных языков. Испанский и румынский. Мне было дано слово, что у нас вот здесь, на этой улице, на Гагарина, будет асфальт. Вот так человек говорил и бил грудь. А его нет. Что делать? Как вы будете в таких суда поступать? Так же будете работать? Нет, ну, во-первых, я обещать не буду так, потому что мне надо сначала разобраться. А зачем обещать, если я не сделаю? Разбирались очень много. Если бы посчитать. Очень много денег на этот парк выделено. Мы здесь живем. Вы посмотрите, вот там, садину, школа. Очень много проезжает людей вот здесь мимо. А результат ноль. Вот хотелось бы прийти на 30-го числа и спросить, почему же все-таки слово Расхуденко сделано? Слово дано и не сделано. Ну, как выяснилось, погорячимся. Вроде бы как бы на 50% сделал. Что я сделал? Я просто с Анисимовым, Вадимом Георгиевичем, вступил в контакт с генеральным директором группы компании «Апрель». Он пошел мне навстречу, говорит, ладно, мы там себе убыток как бы там создадим. Но у меня не оказалось помещения. Вот видите? То есть я же обещал, что-то сделал вроде бы. Вроде объекта-то нету. Лекарственной доступности-то нету. У меня же ездят за 15 километров за зеленкой. Вот так я ему и обращался. Я говорю, Вадим Георгиевич, ну вы же, эх, силище, что вам там? Закройте в тихоретке одну аптеку, которая там совершенно никакой пользы не приносит, заведите к нам. И в фармацевке, а помещений нету. Вот и тут я подскользнул. Обещал? Обещал. Не сделал? Да, не сделал. Никого не интересует, что я там про лежутки какие-то сделал. Ну я вот рассказал максимально честно о себе, о своих действиях, о своих поступках, о своих намерениях. Если есть еще вопросы, готовь еще на них ответить. Времени у меня до 13-го. А, я сейчас в Москву 30-го уеду, 4-го вернусь. Так, кое-как с кем переговорим. С 30-го ждать. Да, с 30-го по 4-го, на 5-й, 6-й, 7-й я продолжим встречу. Не заключила. Но, видите, законодательство так разработано, что я никаких действий не могу совершить в отношении этих граждан. Лишь превышая, как обычно, свои должностные полномочия, кто-то приходит с какой-то потребой, с какой-то претензией, возможно, что-то там доподписать. Я говорю, будьте любезны, ну вы же тут живете, почему мне, ростовчанину, больше всех надо? Вы же едете и пакеты свои в посадки вышвыриваете. Ну да едьте вы уже так тихоредко, в эту урну выкиньте. Ну то есть, вот у меня здесь проблема очень большая, а решаю я только так, только вот личным общением, так, принуждением. Никак я повлиять не могу, потому что на территорию Краснодарского края по состоянию планировалось с 21-го года должен быть, был бы быть регоператор, региональный оператор. Это проблема всего края. 50 квартир платят, а 50 говорят, а я не нашел. Нету, так точно нету, так точно нету. Давайте, вот например, у меня после смерти отца остался дом в Новгородской области. Вот я там плачу за бустер, хотя я там и не живу, там никто не живет. И вот как это у них там сделано. Я, конечно, все эти практики изучу, но у себя, у себя я только попросил, знаете как, потому что может быть у него цена высокая. Там же он как сделал, с прописанного человека во дворе, не с двора берет. Я говорю, ну пересмотри свою ценовую политику, может быть стоит там 200 рублей с двора бери и ты всех охватишь. И у меня головной боли меньше. А когда вот в погоне за средствами, ну мы начали вот сейчас... Работал учитель, мне дали служебное жилье. Два месяца я отработал, выехал, да, вещи оставил и надо было порешать опрос. И мне следом приходит счет, я дожил за мусор. Я говорю, ребята, я не заключал договор, я не жил. Да, говорит, неинтересно, договор на аренду пока не закрыт, ты будешь платить. И в безакцентном порядке с меня списали деньги со сберкарты. То есть это закон, это работает. То, что местные товарищи, они плохо читают нормативно-правовые акты, какие то, я уже сам лично об этом знаю, да. Я уже выходил на общение, обратную связь пытался получить с администрацией. То есть недорабатывает квалификация, но она не соответствует даже ПГТ просто, ну, в некоторых вещах. По России работает, ХМАУ работает, меня здесь нашла платежка и выдрали с меня деньги. Это отвечаю на ваш вопрос, понимаете? Одни слов. Что касается воды? Что касается воды? Водокамал. Что касается, да, водоснабжения и водоотведения. Сейчас лёту не готов ответить. Очень нужно внимательно подумать, чтобы сгоряча ничего тут не наговорить. Что касается детских игровых площадок. Действительно, земля должна быть оформлена прежде чем, если это будут краевые деньги. Если это местные деньги, то есть выделяется, отправляется участок, вносится в реестр. Вот у меня в реестре муниципальной собственности условно пять детских площадок. Вот я купил за 250 тысяч два комплекта из 11 наименований. И взял ещё, купил за 248 тысяч три комплекта ограждений. Итого у меня ушло чуть меньше 500 тысяч, грубо говоря, на две полноценных площадки. И лишнее ограждение у меня пойдёт на ту площадку, где нет... Ищем друзьям, которые помогают вам в предговорной кампании. Вот сегодня я прочитала лозунги, я вам акцентирую. Рынок ссибает далеко, голосуй за далеко. У меня вопрос. Ко мне нужно приезжать. Это не шутка, я могу вам показать, это в интернете. Ну всё, солнце в небе высоко, голосуй за далеко. Солнце в небе высоко, голосуй за далеко. Опять же, поднимаем вопрос. Вы как-то контактируете с солнцем? Я же атактирую, ты спокойненько. Может, как-то хотя бы огурец, и что-то не меньше. Давайте, знаете, я... Подождите, я ещё не всё рассказала. И достаточно огромное количество комментариев по поводу местных жителей, которых, как пишут в интернете, живут в пещерах. Это вновлевую. Выходите из пещер к свету. Просто, понимаете, в данный момент я никаких абсолютно претензий к вам конкретно не имею. Меня интересует вопрос. Эти люди гарантируют мне, что рынок ко мне приедет домой конкретно? Ну, если он далеко от меня. А вы сколько лет жили, он приехал к вам в рынок? Подождите. Так а зачем тогда вы пишете? С Павлом. Вот, 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 рынок от меня. Я возьму ручки-пножки и пойду пешочком схожу. Это не проблема для меня. Так это, понимаете, это было написано под постом в предвыборной кампании. Ну, это фейк. Это просто. Человек, который это написал в пещеру. В бан. В бан. Сразу в бан. Нет, человек, который написал в пещеру. Сразу в бан. Я не шучу, я не шучу. Подслушано все, дай его забанить. Дорогие граждане России, давайте в этот балаган не превращайтесь. Быстро отвечу на ваши вопросы. Не реагируйте. Если вы не знаете, кто это делает, напишите мне индивидуально. Кому что хочется, то и пишите. Там такая же. Киска пишет. Он-то при чем здесь? Вот, вот эти вот команды пишут. Тут еще одна команда. Скажи, война. Они за него. Это ее команда. Да, это ее команда. Когда такие люди пытаются агитировать, голосовать за нас. Я на самом деле, я на самом деле. Это его команда, я не так и пишу. Я в самом начале бедитов. Значит, тут уже команда создаюсь. Кандидатов-то не было. Да. А с Мирей? Четыре команды. А еще кто-то два пройдет. А кто пройдет? Ну, то он, скорее всего, пройдет. Не, наш Букин. Букин. А еще кто? Победителем я стану, глава. И еще кто? Проигравшим стану, глава. Вот так. Вот так получается. Ну, вот просто вот такой. Это предвыборность. Ну, она всегда имела место быть. Вот эта соревновательность там какие-то. И мне много известно то, что там говорят. Я же из цепс-службы, поэтому мне известно. Ну, видите, как это начать. Ну, тогда, пожалуйста, уже влияйте. Хорошо, не переживайте. Я устрою больше не повторить все это. А вы тут всех повяжете. А вы тут все повяжете. Конечно, рыло будет все, как говорится. А человек честный. Почему? Он будет радоваться. Ну, вот если мы не это самое сничтожим. Мы вот тоже... Поэтому решение принимать вам. Еще раз повторюсь. Завтра у меня бурный Никитина водоканал. Опять там небольшие учреждения наши. Потом я 30-го уеду, 4-го вернусь. 5-го, 6-го, 7-го продолжим. 8-го день тишины. 9-го, 10-го. Мы делаем выборы подокачку, берите с собой, чтобы спереди поливала. Потому что надо задавать прямые такие вопросы. Можно ли сделать так, чтобы в нашем поселке, в Сибае, в Сибае, великая вода, большая вода, раститель воды по-разному структуруются, да? Но у нас вода дороже чем? Сейчас называю Новосибирск, Крас, Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Станица, Кропотки, Краснодар. У нас самая дорогая вода. Пачи, она вкусная, да? Я задам вопрос Вадимиру Григорьевичу, я задам вопрос. В ОМ, она дешевле, шутки я не узнала только. Есть кому задать? Вы обещаете? Я задам вопрос. Это не к администрации вопрос. Это кладоканал? Нет, это подведомственное учреждение. Ну, а они же подведомственные районы, район к краю. Нет, 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 здесь смотрите, здесь немного не так. Глава поселения, то есть он тут на месте. То есть у меня работодатель населения. Тарифы кто устанавливает? Глава? А вот это интересно. Тариф, кто устанавливает тариф? Не глава и не директор водоканала. Главное, у меня есть у кого спросить. Павел Анатолий Широков, я же вам рассказывал. Согласен. Одну минуту, я по воде скажу. Значит, воду, цену на воду утверждает край. И они смотрят, какие затраты в Сибае для того, чтобы вода дошла до каждого дома. Значит, специально есть комиссия, которая устанавливает регламент цен для каждого поселка в отдельности. Учитывая, что у нас водопровода, ну я могу ошибиться. 4,5 километра у вас? Нет. Около 50 километров водопровода в Сибае. Но они до того старые. А кучу еще отвода. Которые раньше надували воздухом, прокидывали, лишь бы дать воду. Все гниет это. И все надо ремонтировать. А за что ремонтировать? Раньше были коммунисты, которые могли управлять деньгами. То есть они вовремя меняли трубопровод. А сейчас пришли хозяева к власти, которые умеют распоряжаться деньгами. Вода прорвала? Вода прорвала. Дай бог себе, пускай она течет. У нас трубы нету. Заменить нечем. Какие-то хозяева. Голубь. Какой он хозяин при этом, блин? Взяли, сняли, убрали, поставили другого человека. А вы вот говорите о том, что у нас трубы. По краевой программе, повторяю. То, что осталось при коммунистах, тем мы и пользуемся. По краевой программе в этом году идет водопровод от главной нашей дороги, которая сворачивает и по основной. Уже прокопаны траншеи. И до самого гипса Кнауфа по той улице, где... Одновременно все сделать, чтобы... Конечно. Здесь надо, наверное, миллиард рублей. Свой водопровод, блин. Зачем вы сипаетесь туда? Свой водоканал. Причем здесь Псибай. Да пройдите, посмотрите, господи боже мой. Мы что ж... Да к нам зачем это? Мы чужие, или я бы... Не, ну мы в одном поселке, кстати, живем. Стали жить. Я два года, да, с ними. Так, уважаемый товарищ, я бывший глава Псибая. Я думаю, что префекции ко мне никогда не было вот такого вот масштаба, как сегодня. Поможете новому кандидату? Поможем. Вы не провоцируйте, не надо. А то вы как провокатор. Не надо. Слушаем. Анатолий Викторович, можно еще вам вопрос задать? Давайте дослушаем. Вот вы когда-то были в свое время начальник Орсовлен. Был. Вы проложили дорогу, асфальт от конторы, от гаража и так юбилейно. От своего дома до Калитки. Вот то, что вы проложили тогда, в советские времена, вот сейчас это добивается. Нового никто, ничто не сделал. И не сделают. Сделают. Не сделают. Это время сделают. Потому что у нас с кусками кусок здесь два метра положили, два пять там положили. Вы вложите один раз деньги. Вот это такая штука. Да. Там и слушают. Да это с пустого порожня слушать. Нет, мы должны любую точку зрения людей услышать. В любом случае что-то с чем-то сравнивать надо слышать. Потому что у нас кроховременная жизнь. Надо выполнять обещание. Ну никакие не решающие. Ну никакие. Вот пять улиц уже тупиковых. Пять улиц по всему городу тупиковых. Без проезда. Без проезда. Это как? Лично Кондратьев сказал. Я здесь поставлю мост. До сих пор ставят. И вот уже вот одна, две, три, четыре. Вот последняя, пятая партизанская. Без проезда. Кто что-нибудь решил? Да никто ничего не решает. Да никто и не думает решать. Вы дурачки люди объезжаете кварталами. Катайтесь вокруг. Себе домой попасть. Чтоб домой попасть. Вы объясните, чем человек виноват в этом? Да я не веню. Ну так вы зачем? Я просто говорю, как он везет. Мы его слушаем. Это просто базар. Это же не к нему вопрос. Да я не веню. Я говорю, это как есть. Это как есть у нас. Вы не провоцируйте. Вот видите, как давно вы не встречались, давно вы не общались, не штосковались. А кто с нами общается? Ну вот. Я когда... Ну надеемся, мы с вами будем общаться. Да, когда шоу разобрались, так и так шоу разобрались. Проходят по предприятиям, которые ей выгодно было. Вот и все. Только читаешь. Ой, там отчиталась, там отчиталась. Брат, 30 августа приезжает Лосунов. Видимо, прием, задавайте вопросы. Конечно. Да. Но 30 августа он приезжает в кабинет, правильно? Нет, ДК. А кто туда в кабинет такой количества? Нет, в администрацию написано. Там написано администрация. Администрация. 8.30. Кабинет такой, да? Так точно. Ни один человек не откажется, если соберется группа людей, ни один человек не откажется выйти к ним и ответить на вопросы. Ну вы сами себя поставьте. Ну стыдно же будет сидеть вот так в кабинете, когда будет 20 человек. Я считаю, что знакомство состояло. Посмотрели, послушали, постарался максимально быть откровенным. Даже много о личной жизни рассказал. Вот это не следовало бы вместе с тем рассказал. Повторяюсь еще. Решение принимать вам, от того, кто будет двигаться. Так или иначе, выборы должны быть состояться. И они должны пройти. Веры в лучшее просто нет уже, понимаете? Каждый день растут цены, каждый день растут тарифы. На 200 рублей подняли пенсию на 200. А цены такие, что никто их не контролирует. Никто. Я согласен выше. Магазин вот он, и вот он магазин. Вот через 50 метров. Почему разные такие цены? Можно спросить на ботве у наших глазах и более. А, потому что никто не заинтересован. А кстати, а есть программа привлечения бизнеса? Потому что здесь работы практически нету. Как надо работать? Кого? Туризм? Туризм. Ну, хотя бы туризм, потому что здесь по сезону, ну, во-первых... Не знаю, это вот к будущему возможно оглавец. По привлечению, не знаю, бизнеса. Кроме туризма. Программы, допустим, во-первых, по привлечению туризма, как минимум, сезон здесь очень много приезжает столичных. Очень. Попробуйте, попросим, давайте. У нас человек немножко стесняется. Ветераны дадут на пункт ве. Молодежь. Да, спасибо. Давайте, давайте. А что такого? Пойдите на нас. Вы не провоци, вот правда. Вы как провокатор. Вы чистая свобода. Я знаю, что я делаю. По-моему, здесь было много сказок. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Что добавить? Правильно Анатолий Андреевич сказал. Значит, прийти всем нужно на выборы и выбрать достойного. Достойного. Значит, чтобы он был достойный. Достойный. Правильно. Хозяин. Мы каждые пять лет выбираем достойный. А в итоге он получается недостойный. В трудностях закаляется человек. Лично я вам желаю успехов и победы. Спасибо. Ну, поселок наш очень перспективный. Мы надеемся, что вы будете достойно работать, если мы все проголосуем за вас. Мы надеемся, что многие проблемы, которые сегодня озвучили наши относительщины, будут вами услышаны. И если сможете, вы постарайтесь, надеемся, что вы их решите. Нет? Значит, вы честно людям объясните, почему, по какой причине. Потому что нам нужно, чтобы власть и народ почаще встречались, побольше вот таких сходок было, когда мы, чтобы друг друга видели, люди, и друг друга понимали, власть и народ, как это взаимодействует, чтобы мы понимали и слышали друг друга. Я вам от всего сердца желаю победы, успехов, ну, и решения всех проблем. Я своей позой показываю, что я открыт. Я не так стою. Я открыт. Надеюсь, пожалуйста. Автостанция, лицо поселка. Хотелось бы, чтобы ее обустроили. Там стоит остановка уже со времен Сталина. Могли бы ее снести на автостанцию. Просто труба и все такое. 21-22 века. Как-то все некультурно, некрасиво. Эстетично можно, как это все? За то, что нашли все время. Кого нужно отвезти, я готов отвезти. А можно вопрос? Что? Мы отвечаем. Ну, политика с первой обещает. Кто-то делает, кто-то не делает. Ничего не делает. Ну, поэтому, если я там не уверен в том вопросе, что я его там сделаю из кондачка, я выдержу паузу. Разберусь внимательно. А потом могу персонально и индивидуально рассказать. Что вообще сделаете? А это невозможно, у меня рута связана. А что скажите, вот когда к вам приходят, всех принимают? У меня проходной двор. А у нас тут здесь не попадешь. А у меня проходной двор. Можете в любой, возможно. У меня нету часов. Смотрите, как у меня в администрации. Есть часы приема, но я их вообще не слежу. Входят, идут, идут, идут. Это хорошо. Это один из того, что мы будем знать, что после 20-го новая глава будет вступать в должность. 90 бюллетеней муниципальных крали. Некоторых доступа нету. Но не переживайте, десант у меня здесь серьезный будет. Десант серьезный, 24 человека, 8 камер. Все у меня там четко будет. Спасибо. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok